Были проблемы? Да, никаких. Эта сумма с лихвой компенсирует твою пенсию, Лео. Конечно, я потерял работу, но это будет неплохим утешением. Точно. Тебе роли тоже не придется снова напяливать эту грязную маску? Как знать, Лео. Мне трудно найти себе новое занятие. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Иллюзия убийства 1886 года FX. Криминальный триллер американского режиссера Роберта Мэндела. С Брайаном Брауном и Брайаном Денехи в главных ролях. Название FX является созвучием английского слова «эффектс», что соответствует тематике фильма «Специал эффектс» – «Спецэффекты». В 1991 году вышло продолжение FX с 1886 года «Иллюзия убийства 2» с теми же героями, но картина вышла слабее оригинала. Почему-то «Иллюзия убийства» первая часть прошла мимо массового зрителя и совершенно незаслуженно получила должного внимания. Это история о мастере спецэффектов роли Тайлере, который был нанят спецслужбами для инсценировки убийства важного свидетеля и в итоге ими же и подставлен. Но с помощью своих профессиональных умений он с легкостью наказывает своих обидчиков и выходит сухим из воды. В 1987 году сценаристы фильма «Иллюзия убийства» 1986 года Роберт Т. Мэггинсон и Грегори Фриман получили премию Эдгара Аллана Пау за лучший кинофильм. Куда вы к черту делись, Тайлер? Спокойно. Помните, почему вы меня наняли, Ликтор? Из-за моих гениальных способностей. Ровно через 20 минут встречаемся на углу Баури и Хаустон. Фильм «Иллюзия убийства» актера и роли Брайан Браун, Ролли Тайлер, специалист под спецэффектом в кино Брайан Денехи, лейтенант Лео Маккарти Дайн Винора, Эллен Клифф Де Янг, Мартин Липтон Мэйсон Адамс, полковник Эдвард Мэйсон Джерри Орбах, Николас Де Франко Джо Грифаси, Микки Роско Орман, капитан Уоллинджер Марта Гемон, Энди Трей Уилсон, лейтенант Мердок Том Нунен, Верик А зачем эта пленка на заднем сиденье? Не хочу, чтобы там остались пятна Какие пятна? Извините, Ролли Свидетелей быть недавно Иллюзия убийства относится к числу лучших творений крупной независимой студии Орион Пикчерс Хотя они много забытых на фоне других остросюжетных фильмов 50-х годов Рыбаков 1887 года Терминатор 1884 года Звод 1886 года и других Интересно, что главные роли в фильме Иллюзия убийства 1885 года Могли сыграть Мел Гибсон, тоже австралиец, и Харрисон Форд Премьерный показ Иллюзии убийства состоялся на фестивале независимо американского кино Sundance Что добавляет к картине очков в глазах киноманов Единственная промашка – оригинальное название FX Что позже признали сами создатели ренты из Орион Пикчерс FX, ну как такое возможно продать? И при этом сборы в кинотеатрах позволили фильму окупиться дважды При бюджете в 10 миллионов долларов он заработал в прокате 20 миллионов 600 тысяч долларов Иллюзия убийства – развлекательный, но оригинальный боевик Обладающий интересной задумкой и ее воплощением Австралиист Брайан Браун выглядит свежо в жанре боевика А Брайан Денекис блестяще справился с ролью жесткого и честного полицейского Фильм Иллюзии убийства – сюжет В шоу-бизнесе нет лучшего мастера спецэффектов, чем роли Тайлера – Брайан Браун Его уникальные способности создавать на экране грандиозные иллюзии приносят ему множество заказов от крупнейших студий Голливуда На этот раз его заказчиком становится Министерство юстиции Суть дела – разыграть убийство важного свидетеля, дающего показания против теневых воротил Задуманная постановка проходит как по маслу Но в результате осведомитель бесследно исчезает, а неудумевающему и ошеломленному роли пришивают убийства Обманутый и преследуемым бывшими работодателями, отделом полиции Нью-Йорка, роли быстро понимают, что никому не может доверять И единственное средство сохранить жизнь – его несравнимое искусство мистификатора В этом фильме кино активно вторгается в жизнь Не так активно, как в последнем киногерое 1993 года, но все же И киношный начинает как бы действовать в реальном мире Это дает отличный двойной эффект Ну и фильм «Иллюзия убийства» благодаря этому делается вдвойне увлекательным Словно приоткрывается дверь в кухню Мы видим, какими примочками и эффектами пользуется герой картины Чтобы обмануть преступников, как ему это ловко удается И радуемся за него Уже одно то, что фильм «Иллюзия убийства» сейчас, без навороченных компьютерных эффектов Смотрится увлекательным и стильным – достойно уважения Не будучи звездами высшего разряда, Брайан Браун и Брайан Денехи Постарались играть так, чтобы фильм вышел достойным не единоразового просмотра Мне не хотелось бы, чтобы вас считали сообщницей четырех убийств Вам все ясно? Вы мне угрожаете или пытаетесь меня соблазнить? И то, и другое Кажется, адрес знает лейтенант Мердок Возможно, он зашифрован у него на заднице Вы такая милашка Австралиист Брайан Браун, для которого фильм «Иллюзия убийства» стал практически дебютом в Голливуде Очень убедительно исполнил роль загнанного в угол человека, который всеми стилами пытается обелить свое имя Ну а Брайан Денехи в роли полицейского и по совместительству с крутого парня притягивает себя своим брутальным обаянием В «Иллюзии убийства» наличствует интрига, юмор, драки, перестрелки, погоня, немного эротики И, само собой, изобретательные спецэффекты Брайан Денехи блестяще справляется с ролью честного полицейского Словно сошедшего со страниц рассказов эпохи стиля нуар Фильм «Иллюзия убийства» 1986 года я настоятельно рекомендую к просмотру И не только тем, кто является поклонником фильмов тем замечательных ностальгических 80-х И незамысловатор боевиков на ВХС-кассетах А также просто любителям хорошего качественного кино С интригой, динамикой и интересным сюжетом Даже спустя почти несколько десятков лет фильм смотрится весьма свежо и достойно И если вам нравится магия кино, окунающая в мир иллюзии, то пусть это будет «Иллюзия убийства» Тайлер? Кто-нибудь видел, как вы вошли? Ты что, как вас кто-нибудь видел? Нет, врёте ли ты Боже, я не врал У вас опасные шуточки, дружок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok